Альбика Ильясова Молитва русского солдата Героические поступки участников СВО живут на полотнах художницы Елены Бегмы Первозданная Россия юбилейный фестиваль погрузил зрителей в мир природной фотографии А теперь подробнее об этих и других новостях Сторонники дружбы с Россией из 42 стран образовали международное движение русофилов Оно призвано консолидировать людей разных религий и политических убеждений Которых объединяют любовь и интерес к русскому языку и русской культуре Подробнее в материале моей коллеги Любови Курьяновой Накануне в Государственном музее имени Пушкина собрались зарубежные гости Которые специально приехали в столицу на учрежденный конгресс международного движения русофилов Открыл мероприятие глава российского МИДа Сергей Лавров Он зачитал послание Владимира Путина, в котором президент России отметил, что в основе зарождающегося движения лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами Возглавил движение болгарский политик Николай Малинов, ставший инициатором его создания Мы, русофилы разных стран, создаем международное движение русофилов И будем через его постоянное укрепление и расширение способствовать распространению русской культуры и знакомству с ее достижениями Помогать друзьям России во всем мире организационно и методически в их деятельности, связанной с Россией Поддерживать распространение достоверных сведений о России и ее отношении к актуальным вопросам нашего времени Международное движение русофилов займется сбором 1 миллиона подписей в западных странах за снятие антироссийских санкций Также в планах его учредителей создать институт борьбы с русофобией и реализовать идею конкурса, который бы стал антиподом Евровидения Я очень рад, что именно я в Конгрессе, чтобы создать мировое движение русофилии Потому что в настоящих условиях надо соединиться все люди, которые готовы защищать Россию и объяснить людям, в чем дело Среди участников учредительного конгресса был и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивен Сегау В ходе работы съезда актер заявил, что он на 100% русофил и на миллион процентов русский О своей роли в качестве одного из руководителей движения русофилов рассказал и бывший министр-советник, глава экономического отдела посольства Сенегала в Москве Сулейман Анта Ндиай Он окончил институт русского языка имени Пушкина и работал под руководством академика Виталия Костомарова Я в общем-то написал три книги Но моя первая книга была опубликована в Париже в 2006 году Книга называется «Товарищ Гай» А товарищ Гай говорит о расколе Советского Союза О падении берлинской стены Исходя из мнения африканского студента Который находился в Советском Союзе, когда Советский Союз распал И в этой книге я хотел показать всю драму, которую пережило одно поколение, наше поколение Потому что мы верили в коммунизм Книга имела очень большой успех в Африке и во Франции Движение русофилов создано в противовес практикуемой на Западе культуры отмены По отношению ко всему русскому, изображающей Россию исключительно в отрицательном свете К движению присоединился и сербский доброволец, снайпер с позывным Деке Диан Берич Специально для этого он на несколько дней приехал в Москву По его словам, в настоящее время он вводит в курс дела новоприбывших иностранцев Которые так же, как и он, приезжают на Донбасс как добровольцы Многие из них помнят, как развалили Югославию и понимают От целостности России зависит будущее Сербии и многих других государств Об этом повествует и книга Диана под названием «Когда мертвые заговорят» Она говорит о реальных субитиях, о реальных людях О том, что произошло с угла человека, который это прожил И она написана, мне кажется, о души Мне кажется, надо прочитать От человек из Краснодара, когда прочитал эту книгу Посмотрел фильм «Воина снайпера» Слезал се со мной и сказал «Спасиба тебе большое» Я научил как надо любить родину Это я научил через книгу русского Как надо любить свою родину Наверное, потому надо прочитать Из-за этого, которые еще не понимают Зачем все это, что сейчас происходит на Донбассе Присутствие зарубежных гостей на Конгрессе Сергей Лавров назвал актом мужества Поскольку лидеры западного мира Рассматривают такие мероприятия Как вызов их гегемонии и их ценностям Любовь Курьянова, Равид Гор, специальный ответ Телеканала «Русский мир» В московском Доме ветеранов, войн и вооруженных сил Прошло торжественное мероприятие Посвященное 110-летию со дня рождения Легендарного летчика АСА Маршала авиации, первого трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина На памятном событии побывала и наша съемочная группа Его знали и боялись враги Уже в 1943 году летный почерк Александра Покрышкина Стал известен фашистскому воздушному командованию Гитлеровские наблюдатели на земле и в воздухе Предостерегали своих пилотов Внимание, в небе Покрышкин Среди имен боевых летчиков Имя Александра Ивановича стоит отдельно Первый трижды герой войны И таким он был единственным до конца Великой Отечественной Он был автором новых тактических построений и приемов воздушного боя Образцом бойца, искусного, яростного и благородного Имя Александра Ивановича Покрышкина Стоит в одном ряду Со всеми былинными героями На которых воспитывались целые поколения нашей страны Мое поколение воспитывалось летчиков Все летчики воспитывались на примере Александра Ивановича и его товарищей В мероприятии приняли участие ветераны, служившие с легендарным асом Военнослужащие ВКС, члены клуба заслуженных военных летчиков Летчиков-испытателей и штурманов А также молодежь столицы и юно-армейцы Центра военно-патриотического воспитания воздушно-космических сил Работа у нас разносторонняя Первое направление у нас это участие в конкурсах Как регионального уровня, так и всероссийского уровня Конкурсы связаны с сохранением истории нашего государства И преемственности передачи этой истории младшему поколению В мировой боенной истории мало героев, сравнимых с Александром Покрышкиным Он создал свою тактику воздушного боя Ввел свои основы стрельбы при встрече с противником И нормативы поведения истребителей Эту воздушную тактику и боевые приемы распространили на всех фронтах Вечная память Александра Ивановича будет в наших сердцах В нашей памяти И молодежь, сегодня присутствующая здесь, должна воспринять И передавать своим товарищам о том героическом поступке Который совершил мальчик, потом мужчина, потом зрелый человек Воспитывая летчиков, воспитывая будущих защитников Будучи председателем ДОСАВ Российской Федерации В программе мероприятия были и концертные номера В которые вошли лирические композиции о России, подвиге и любви Равитгород, специально для телеканала «Русский мир» Эти картины сохранят в памяти поколений героические поступки Участников специальной военной операции Ведь художница Елена Бегма с помощью живописи документирует реальные события Подробности далее Документалистика в живописи – творческая концепция художника Елены Бегмы Будучи студенткой третьего курса художественного института Она стала учиться при мастерской батально-исторической картины Во время учебы посещала Северный флот и Псковскую дивизию ВДВ В будущем эта практика помогла Елене Ведь сегодня серию картин на тему СФО она называет своим долгом На сегодняшний момент я нарисовала 28 картин на тему СФО Я рисую каждый день с понедельника по пятницу Из-за моего такого интенсивного рабочего темпа Каждые 3-4 дня моя серия пополняется новой картиной Я берусь рисовать сюжеты, к которым мне хочется привлечь больше внимания зрителя Военно-патриотическое искусство наших дней Так можно охарактеризовать работы Елены из серии СФО Она рисует на основе фото или видеоматериалов из открытых источников Или того, что присылают ей с фронта Например, у нее есть полотно под названием «Молитва русского солдата» На создание этой картины художницу вдохновило знаменитое видео Где наш боец отбрасывает от себя гранаты, которые скидывают на него с беспилотника Нашего бойца закидывал вражеский дрон гранатами И ему очень повезло Я не могу это объяснить никак иначе, как защитой покровительством высших сил Он отбрасывал неразорвавшиеся гранаты из окопа Ну, такой образ, метафора, картина мне даже икону в какой-то степени напоминает Поскольку здесь нет перспективы, здесь плоское изображение Сейчас у Елены много знакомых среди участников специальной операции Ее телеграм-канал просматривают военнослужащие И каждый день художнице приходит множество писем Это большой поток искренней благодарности за поддержку от ребят и членов их семей В годовщине СВО Елена приготовила совместный проект с итальянской художницей Федерикой Васселли Эта картина размером метр на два с сюжетом против поставок оружия Федерико написала европейскую часть картины, а Елена – ее последствия С Федерикой Васселли мы познакомились в телеграм У нас у обеих телеграм-каналы Мы ведем публично нашу деятельность, выкладываем наши картины И я заметила, что мои картины комментирует девушка с необычной аватаркой На аватарке Федерико за Мольбертом И она рисует портрет Гагарина Она пишет с 2014 года картины в поддержку Донбасса Наше сотрудничество было каким-то деловым очень и молниеносным Елена Бегма убеждена, что все подвиги и героические поступки должны быть воспеты творческими людьми Это единственный путь к вечной памяти поколений А если снимков этих событий нет, визуализировать их может только художник Евгения Фахурдинова специально для телерадиокомпании «Русский мир» В Новой Третьяковке завершил свою работу 10-й общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» В масштабной экспозиции было представлено свыше 500 широкоформатных фоторабот, раскрывших нашу страну с самых необычных сторон Посмотреть на реакцию зрителей отправилась моя коллега Татьяна Орлова В 2023 году крупнейший в Европе фестиваль природной фотографии празднует свое десятилетие Впервые он прошел 9 лет назад За эти годы проект был усовершенствован и наполнен уникальными особенностями На государственном уровне он стремится показать, насколько важно уделять внимание вопросам экологического просвещения людей Я не первый год сюда прихожу, то есть эта выставка уже достаточно много лет Ну, на последних, наверное, пяти или шести выставках я успел побывать Мне это интересно, потому что, ну, поскольку я достаточно много езжу по России Многие места мне известны не только по географическим названиям, но и по природе, по конкретно Вот, например, обожаю ездить в Крым, и когда идет светение маков, это просто фантастическое какое-то зрелище Экспозиция представляет собой выставочные залы, которые разделили на несколько категорий Фестиваль позволил посетителям окунуться в весенние пейзажи юга, фантастические ландшафты севера, увидеть рассвет в горах Или же окунуться в ледяную и захватывающую своей красотой арктик Можно было увидеть и фотографии редких исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу А в одном из залов был создан небольшой кинотеатр, где каждый желающий мог узнать о природоохранной деятельности Мне кажется, год от года проект все более интересный и фотографии более профессиональные, что ли, глубокие Вот в этом году появился такой раздел, как улыбки, шутки животных Тоже так интересно посмотреть, как они улыбаются, как животные показывают язык и смотрят на нас критически Фестиваль «Первозданная Россия» — это новое и масштабное открытие в сфере фотоискусства Здесь представлены только лучшие профессиональные работы Присмотритесь, эти кадры помогают стать на один шаг ближе к спасению нашей общей природы Татьяна Орлова, Равит Гор, специально для телеканала «Русский мир» На этом наш выпуск завершен Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим материалам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания